всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сегодня у меня будут радостные новости о фиалках даже не знаю с чего начать действительно настолько радостные новости что на днях я в контакте в цветочной барахолке все прекрасно знают вывесила пост о том что я ищу фиалки фишерс лео пасынки или детки или уже стартеры неважно то есть даже взрослые кусты я готова была уже приобрести это фиалки фишерс лео все прекрасно знают что у меня листики все-таки не прижились как бы я ни старалась не получилось и одна женщина девушка или женщина в комментариях не написала что они очень трудны в размножении в укоренении ну и все все что происходит с фиалками вот именно этот сорт очень трудно выводимый ну не знаю насколько по моим наблюдениям конечно да они не прижились эти два листика укоренить мне их не удалось вот но это скорее всего просто по моей неопытности у того у кого опыт есть уже наверняка бы получилось вот но поскольку я только учусь и развиваюсь в этих в этой сфере то не все еще сорта понимаю какие лучше какие хуже то есть есть и с кружавчиками и галактические там и химеры то есть у каждого своя есть особенность вот ну вот что касается с фишерс лео именно в листиках я с ними как-то ну вот не подружилась не получилось у меня хотя в то же время в тот же день я садила совместно попутно фуксиевое кружево вот два листика и один и второй замечательно прижились и дали деточек вот это видно замечательно фуксиевое кружево если видно девочки извините за качество по-другому не по не получится вот это я так отвлеклась от темы и второй листик также у меня там две или три детки дал но сегодня не об этом у меня радостная новость я нашла два шикарных кустика вот один из них подросший пасынок другая уже готовая к цветению уже выдала цветонос я на фотографии когда с женщинами списывалась то у одной из них кустик уже довольно таки взрослый подросший вот она за него просила 40 гривен учитывая то что он цветущим для меня это вообще просто вот дикая радость скажем так и новость что я еще хочу сказать для меня немножечко так не знаю как выразиться ну наверное выражусь уже как есть стрёмненько немножко по почте это все получать поскольку сейчас осенью похолодало вот ну как похолодало в последние полторы недели обещают немножко потепление вот и ночью не будет опускаться там минус 8 минус 10 градусов то есть немножечко циклон поменялся вот и может быть это даже на ран на руку мне поскольку я заказала два кустика это скорее всего уже от жадности вот поскольку две женщины откликнулись когда я репост точнее пост когда выставила по поводу того что я ищу эти два кустика у одной женщин это уже было как остатки пасынков она распродавала и вот один меня видно дождался и второй куст который собирается цвести вот не знаю еще не помню не разобралась почему она продает этот куст цветущий точнее не помню мы с ней переписывались это это и эту эту женщину светланы зовут вот ну я как-то не запомнила почему ну в общем не важно это все будет уже потом следующем видео говорится я буду об этом говорить вот естественно я буду выражать благодарность по видео и там уже точно скажу в связи с чем эти были проданы фиалочки но для меня это действительно огромная радость но скорее всего это уже жадность потому что я оба решила приобрести вот и попутно еще у одной женщины решила вместе с фишер с ли он купить фиалку изюм очень интересный такой сорт цвет необычайно конечно цветет действительно таким изюмистым цветом такой глубоко синий фиолетовый с белой каймой в общем не буду рассказывать это на словами не передать это надо смотреть и я обязательно поставлю на заставочку три вот этих сорта которых я взяла и третий из них это мачо из темных сортов мне очень понравился как он цветет темненьким с белой каймой тоже там такая тоненькая тоненькая каемочка вот ну в общем просто уже не удержалась для терпения не хватило решила сегодня уже радостную новость объявить поскольку я долго искала этот сорт еще с весны когда 2 2 этих листика укоренила пыталась укоренить точнее и у меня не получалось я видела что по внешнему состоянию листика и плюс еще лето было аномально жарким действительно не получалось там и в тепличках я игралась и в воде игралась и пересаживала переукореняла в общем все что возможно было все я применила ну в общем что-то не в руку пошло в общем не получилось ну тем не менее на сменку пришли эти два кустика замечательных один из них я оставлю у себя естественно другой поедет у меня гости к маме просто хочу порадовать пока он собрался цвести вот процветет у мамы я покажу ей просто сорт как он цветет если понравится я у нее оставлю нет ну значит от жадности у меня будут два стоять как тот дракончик из мультика мне 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 моё 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 вот ну в общем вот такие вот новости на сегодня вот будем ждать вместе с вами посылочку мою естественно когда посылочка приедет я все покажу расскажу и там попутно посмотрим в каком состоянии они приехали потому что действительно с такими вот и тепленью и похолоданием неизвестно в каком состоянии они приедут ну и соответственно с женщинами я перепишусь в контакте еще в сообщениях наверное предупрежу чтобы они в дорогу их не поливали чтобы они не загнили в общем не запрели там общем лучше пусть сухенькие приедут я думаю что это будет правильное решение вот чтобы они действительно доехали до меня хотя тут ехать полтора суток мало ли вдруг чего где задержится посылочка чтобы потом горько не плакать ну а на сегодня все вот такие вот новости спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал не забудьте нажать на колокольчик а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео с вами была с этим луна и мой канал флорал грим всем хорошего дня отличного настроения всем пока пока